Со вторника по воскресенье на пересечении Киевской и Тухачевского в Самаре можно приобрести продукты питания по выгодным ценам. Здесь представлены товары местных предпринимателей. Семейная ферма из Большой Глушицы, которую представляет на ярмарке Амиржан Шукуров, производит конину, говядину и баранину. Рассказывает, условия для торговли подходящие. Мы с 1 сентября прошлого года здесь находимся, на этой ярмарке. Очень довольны тем, что администрация города предоставила нам такие условия, комфортабельные. То есть, когда зной, ветер и снег, и дождь, как говорится, мы всегда находимся в хороших условиях, то что мы имеем возможность реализовывать нашу продукцию. На посещаемость ярмарки, рассказывают продавцы, влияют разные факторы. Погода, праздники и настроение людей. Бывает, что и в четверг не протолкнуться, хотя это рабочий день. Ну а в субботу и воскресенье чаще всего многолюдно. Многие самарцы приходят на ярмарку каждые выходные. Тем более, что и друзья, и знакомые советуют. Каждую неделю практически. То есть, здесь мясо очень вкусное. То есть, ярмарка, то есть, весь ассортимент очень хороший у них. То есть, все выборочно есть, и вся продукция очень свежая. Расширение ярмарочной торговли в городском округе – это одно из приоритетных направлений работы. В региональной столице планируется проведение сезонных ярмарок, где овощи, фрукты и другие продукты будут продавать с машин. Ближайшая ярмарка такого плана откроется у нас по адресу Мехзавод, около ДК «Октябрь». Она будет функционировать по выходным дням. Приглашаем принять участие в ней как сельхозтоваропроизводителей, так и жителей города приглашаем за покупкой. Ярмарка планируется открыть 11 июня, и далее она будет функционировать по выходным дням. Всего в Самаре работают 28 ярмарок. В этом году их число может значительно вырасти. Вопрос прорабатывается в Департаменте экономического развития, инвестиций и торговли. Максим Магомедов, Юлия Василькина, Константин Головин, Кригорий Пришаков. События.